Новое видео выходит каждый день в 20.00 Если честно, то по плану, по моему дорогому плану, по графику, сейчас должен был выйти абсолютно другой видеоролик. Однако я такой сижу, монтирую, и тут мне вконтакте приходит сообщение о том, что Данька, смотри, Rockstar Bombit-то забанили, а если вы мало ли не знаете, то я отдаю предпочтение только трем журналам, уже даже двум, уже даже получается одному журналу в GTA Sam-сегменте. В общем, я сейчас назову все эти три журнала, которые я ранее читал, но сейчас я, видимо, перейду только к одному, потому что либо эти журналы делали какие-то хуёвые поступки, либо их забанили. Да, сейчас мы поближе к этому перейдём. Так вот, три журнала, которые я читал, и не советую вам читать. Советую вам читать только один журнал, о котором я скажу далее, это никакая не реклама. Кто мне заплатит за рекламу 20-тысячного журнала, или 25-тысячного, там уже, я не помню, сколько там участников. Кто мне заплатит за рекламу такого журнала? Вот вы можете мне рассказать? Ладно, это не так уж и важно. Так вот, три журнала. Самый первый, Samp World. Я познакомился с ним в последнюю очередь изначально. Я познакомился с таким журналом, как Rockstar Bombit, а также Live Samp. Я не помню, с каким первее, да и это не имеет значения. Так вот, и потом я познакомился с Samp World. И это именно три тех журнала, которые я читал, но сейчас я их посоветовать вам читать не могу, кроме Samp World. Так вот, Live Samp, Rockstar Bombit, а также Samp World. Итак, что же произошло с Live Samp такое, что я перестал его читать? Пранк. Один только лишь пранк позволил испортить абсолютно всю репутацию данного журнала, который я читал, наверное, одним из первых. Понимаете, пранк был связан с Джимми и возможным закрытием Sampo. В то время большое количество игроков продавали свое имущество, что они только не делали. И все это из-за пранка от этого самого журнала. Можете поподробнее ознакомиться с данной ситуацией на канале Ангела Касада, а также на моем канале есть резюме всего этого, кратенькое такое, на основном канале, не на этом. Так вот, и оставалось, казалось бы, два журнала. Rockstar Bombit и Samp World. И, вы знаете, я сидел, то есть, монтировал, или не монтировал, в общем, занимался роликами, как обычно, то есть, дома я это и делаю, в основном. И, вы знаете, и мне тут приходит сообщение от модератора Ангела Касада, я просто не знаю, как его можно по-другому охарактеризовать. Миксер Мау, возможно, вы его знаете, он там пишет комментарии часто, он вообще активничает на подобных каналах, таких как мой, там Ангел Касада, да и, наверное, на каких-то прочих каналах. Так вот, он мне пишет, типа, лол, Rockstar Bombit забанили. Я сначала подумал, типа, хм, возможно, он хочет как-то меня потроллить, или наподобие того. Я захожу по ссылочке, смотрю, что сообщество было заблокировано за проведение, типа, очень каких-то странных там конкурсов, или акций, или что-то наподобие того. И тут я сразу вспоминаю, что когда-то давно Rockstar Bombit совместно со студией дизайна Васильев, по-моему она называлась, проводили конкурс на iPhone 7, там, какой-то там S, я не знаю, Plus, и так далее. Ну, в общем, говно, на какое-то говно проводили конкурс. По итогу этот конкурс вроде как был подставной, потом они отказали сотрудничать с этой студией и так далее. Но это было давно так или иначе. И у меня сразу такое сомнение возникло. Возможно, что Миксер Мау просто хочет меня потроллить, типа, вкинуть, знаете, информацию, однако я не думаю, не думал, что данный человек может как-то вот так вот обманывать и так далее, ни в коем случае. Я зашел в свои группы, увожу Rockstar Bombit, вижу 20 тысяч участников, да, захожу, и вижу ту же самую надпись и ту же самую ссылку на страницу группы ВКонтакте журнала. Я такой, типа, бля, серьезно, Rockstar Bombit забанил, блядь, только сейчас? Их серьезно, репорты до ВКонтакте доходят настолько долго, что их забанили только вот сейчас? Серьезно, я ни в коем случае не злорадствую, нет, это огромнейшая потеря. Даже если бы забанили LifeSamp, ладно, что было, то было, уже все забыли, всем уже поебать, все уже давно вернулись, все опять напокупали вертов, либо надонатили, всем похуй на этот пранк от Джимми уже, ладно. Если бы забанили любой журнал, кроме Самп Ютуба и Твой Ютубер, это две помойки, которые я никому не рекомендую читать, вообще мне даже стыдно произносить название вот этих вот самых журналов на вот этом вот моем ноунеймском канале на данный момент, да у меня, в принципе, все каналы ноунеймские, как вы можете знать. И я такой, типа, блядь, какого хуя, какого хуя, просто изначально у меня на основном канале был даже ролик, типа, какие журналы в GTA Самп стоит читать, и там как раз-таки были вот эти вот самые три журнала, и сейчас остался только один, который я могу, в принципе, читать и посоветовать читать вам. Я просто не понимаю, что происходит, возможно, я что-то пропустил, я не устраиваю, или еще какой-то конкурс недавно, но что-то мне подсказывает, что ничего они, блядь, не устраивали, ну на полном серьезе. В любом случае, мне достаточно неприятно, я представляю, какого сотрудникам журнала, вы представляете, люди, редакторы решились рабочих мест, а человек, основатель журнала решился, как бы, своего источника дохода, ведь там была реклама в данном журнале, данный журнал приносил деньги, я уверен, не особо существенные, однако приносил, и это был какой-никакой доход, то есть люди решились рабочих мест, а человек, вот данный вот основатель журнала решился, то есть денег вообще каких-либо, то есть люди сейчас окажутся на помойке, на это я гиперполизирую, так или иначе, я не уверен, что редакторам платят прям такие огромнейшие деньги, если вы, разумеется, шарите в данной сфере, можете меня надоумить в комментариях по этому поводу, ну просто я действительно не понимаю, вот почему, не ружили репорты до сообщества ВКонтакте, идут так долго, или они только сейчас удосужились это проверить и забанить на полном серьезе, в общем, ладно, я вообще не думал, что ролик получится, блять, на 6 минут, я думал, там, ну, поменьше будет, как минимум, однако же получилось, насколько получилось, я хочу пожелать Рузилю, по-моему, так зовут, извиняюсь, если неправильно произнес имя, желаю восстановления журнала, и больше не сотрудничать с хуевыми чуваками, которые делают подставные конкурсы, я более детально про эту всю ситуацию с айфоном не знаю, там надо очень много читать, очень много буков, читать какую-то информацию, которая мне не особо интересна, я не хочу, поэтому про разводку со всем этим айфоном можете, там, почитать в журнале, который их и обвинял, потому что сейчас почитать статьи от именно Рукстар Бомбита, где они оправдывались, уже не получится, по всей видимости, однако я хочу пожелать Рузилю разбана данного журнала, ведь, ну, действительно, в самповских журналах должна быть какая-нибудь конкуренция, ведь твой ютубер, блядь, и сам ютуб это, ну, полнейшее говно на самом деле, то есть это невозможно читать, что там делать, просто для каких-то школьников, даунов, додиков, потау, дцп, двп, андрюша додик, андрюша даун, потау и так далее. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!